23 мая 2024 год еще одну запись сделали очень много комментариев по поводу того что сдали харьку я сказал да что вероятно решили пожертвовать пока харьков да ну и мне так кажется к сожалению по моему просто из-за ограниченности ресурсов положено киев там больше имеет значение для страны ну я харьковчанин я северная салта и думаете вот чё ты такой расстроен именно поэтому я такой расстроен что как бы мы полностью зависим сейчас от запада предоставит ли нам f16 предоставит ли запад нам в широком смысле многие страны западного мира до цивилизации будем говорить вменяемой предоставят ли нам ракеты эти воздух воздух дальнобойная будут ли до обслуживать радар вот эти там допустим аваксы как они называются которые засекают на пуске этих взлет этих российских самолетов посмотрим я думаю что все таки есть есть признаки того что переломят скоро и по поводу и в 16 придут они уже сюда и по поводу того что разрешат нам работать американским западным вооружением по территории россии с целью там сбивать эти кабы фабы там все это российскую то есть тоже есть еще ограничение что западное оружие нам дают но вот по территории российской федерации бить мы якобы не можем понимаете так что посмотрим то что вы там пишите для россии они пишут в комментариях там вы обречены и все такое блин там у вас там меньше мобилизационного ресурса меньшего плевать на это во-первых это раз понимаете во вторых был чем больше шкаф тем громче падает знаете у меня в детстве еще такая поговорка была в бою и послушайте вот сейчас усик вот этот понимать александр усик да вот просто великолепно сказал там еще перед боем с этим фьюри который были на 20 его тяжелее блин там на сколько-то сантиметр ему говорят что там куда вы уж все равно у вас никаких шансов он говорит не имеет значения размер size doesn't matter если бы имел значение размер говорит александр усик просто великолепно то царем зверей был бы слон да так что все нормально справимся мы конечно жалко что так долго нужно это оружие так медленно поставляется ну спасибо хоть поставляется мы могли оказаться в позиции финляндии тридцать девятого года когда огромный советский союз напал на малюсенькую страну а ей там никто не торопился ничем помогать у самой у нее ничего особого такого не было так что ребята перебьем эту всю мразоту блин сейчас старайтесь просто на харьковчане слышу я могу посоветовать ну опять же хотите уезжайте то есть тут никаких нет я договорил что наступление провалится и вы окончится только трупами рашистскими вот она так и проваливается да не дошли же не даже до лицу сегодня какой там 15 день этого наступления а этот самый то есть там господи еще одного арестовали генерала там помощника уже герасимов там уже сейчас нашли там уже начинается между собой вот этот драка бульдогов под ковром там этот пришел синюс белоусов белоусов говорит не надо ошибаться можно врать нельзя так вот как бы начинает начиная ошибаться и переставая врать так что я думаю что они друг другу голову горло еще перегрызут но сейчас я надеюсь что он буквально уже пару недель в 16 придут давайте рассчитывать на лучшее все равно я не знаю я не вижу поводов пессимистить понимаете то есть это никак не повлияет на ситуацию все мы украина не переймайтесь а я спрашиваю дарит ваши хлопцы сами хотят переговоров с вас и вы счет дебилы какие переговоры вы для нас вурдалаки у тырки такие вы убиваете наших семьи наши дома наши разрушаете города переговоры с вами мы вас всех перебьем